приветствую всех дорогие друзья ко мне тут приехал вот такой вот ноутбук от компании lenovo под названием legion 5 pro и здесь стоит 13 900 hx почти самый топовый процессор и видеокарта rtx 4070 для ноутбуков и ключевая фишка этой видеокарты что она подстроена на чипе ad106 и такой же чип с такой же конфигурации памятью а это 8 гигов и 128 бит у нас должно быть в 4060 тела и для настольных компьютеров которые нам покажут скорее все в конце мая выйдет она уже где-то в июне месяце вот ну пока ее нету мы можем принципе на базе этого ноутбука понять ее уровень производительности тем более здесь стоит версия степи до 140 ватт то есть конечно 140 ватт там постоянно не будет она будет чуть поменьше потреблять но это самая жирная версия для ноутов которой 4608 ядер куда и она показывает в принципе самую максимальную производительность этого чипа что и должно быть принципе в десктопном сегменте поэтому давайте пробежимся по синтетике сегодня посмотрим игрушки ну и в целом поглядим на температуры этого ноутбука на что он способен так сказать вот этот при топовый прям корой 9 как сильно раскаляется что сделала компания леново вообще вот в такой модельки посмотрим разъемы ну и короче все по порядку так что давайте погнали тестировать начнем пожалуй с температур так как тут стоит очень жирный 13 900 hx да и у нашей видеокарты потребление далеко не маленькая поэтому я решил загнать тест стабильности оси сети данный режим полностью нагружает процессор и видеокарту то есть якобы имитирую сценарий будто бы вы полностью смогли загрузить такое мощное железо вообще на самом деле по процессорной части это даже не самый идеальный тест ведь тут ядра спокойно бустится выше пяти гигагерц даже при самых обычных нагрузках а в этом стресс-тесте они висят на базовых двух гигагерцах но в любом случае здесь задействованы все потоки поэтому нагрузка более чем достойно для теста температур но в простое или при открытии какого-нибудь программы или браузера вы можете заметить что температуры резко взлетают до 80 90 градусов и опускаются потому что бустится одно или два ядра по итогу мы имеем где-то 86 градусов на процессоре 13 900 и где-то 80 градусов на нашей мобильной rtx 4070 не скажу что это холодные показатели но для такого топового железа охлад этого ноута очень даже годный тем более что тут стоит самая жирная версия 4070 что касается шума то он на слух приличный но я бы не сказал что работает как пылесос скорее как обычный мощный пк с добротной башней и видеокартой на пару вертушек то есть по охладу леново в принципе можно поставить плюсик ведь никаком троттлинге тут речи не идет что свойственно сейчас большинству ноутбуков особенно в среднем и дешевом сегменте что касается экрана то тут установлена матрица на 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и поддержка частоты 240 герц то есть это чуть больше чем quad hd но не 4к для тестов я кстати выбрал именно эти так сказать 1600 пи так как разница с 1440 не столь велика а тестировать игры с полосами как в танке вряд ли кто-то захочет самая фишка в том что экран тут соотношением сторон 16 к 10 и похожие характеристики можно найти например в макбук эйре на чипе m1 но только там 60 герц и диагональ 13.3 по яркости нам заявляют 500 нит и также стопроцентный охват srgb с поддержкой зеленой технологии gsync но в целом обозреватель экранов с меня такой себе но картинка на ноутбуке реально приятная а 240 герц это отличный плюс для онлайн игрушек да и в целом откликать системы очень даже приятный что касается разъемов то тут вообще все классно и это 4 обычных usb 2 usb-c 1 hdmi ethernet и порт для наушников в общем хороший набор которого хватит всем а при необходимости можно докупить тот же хаб на usb-c и через него сделать еще больше разъемов и перед тестами хочу рассказать вам про ребят из dix pc store которые и предоставили мне вот этот мощнейший ноутбук для тестов они занимаются доставка из китая и у них вы можете заказать не только классный ноутбук но и в целом любую технику или вещь причем абсолютно на все действует гарантия один год одна из их ключевых фишек заключается в том что ноутбук вы покупаете готовый к использованию прямо с первых минут после покупки а гравировка на клавиатуре и установленное по уже входят в стоимость то есть за софт и гравировку доплачивать вам не нужно к тому же в дикспис истории вы получаете полный сервис услуг в котором вы можете отслеживать их работу с самого основания магазина и быть уверенными в качестве плюс ко всему у ребят одни из лучших цен на рынке и самые выгодные предложения а если вы находитесь в москве то можете даже приехать в гости для тестов своего заказа найти dx pc store легко можно на авито и в телеграме там есть все необходимые контакты для связи вместе с уже имеющейся продукцией также они недавно начали вести свой youtube канал с распаковками и сравнениями поэтому в описании я оставил ссылочку и на него так что не забудьте залететь по ссылкам в описании чтобы покупать технику по вкусным ценам в дикспис истории и перейдем уже непосредственно к железу такие прекрасные программы как cpu z и gpu z в целом отлично описывают железо этого ноутбука и тут стоит 4070 на 4608 ядер куда с 8 линиями pci express 4.0 по самым свежим данным в десктопной rtx 4060 ti будет стоять чутка урезанные чипа d106 на 4352 ядра куда то есть по ядрам мобильная версия будет даже слегка впереди но частоты потребления конечно же будут выше на десктопе по процессорной части тут отменные 13 900 hx целой пачкой различных ядер и в ноутбуке 16 гигабайт оперативной памяти ddr5 с частотой 5600 мегагерц если прогнать встроенный бенчмарк cpu z то мы получаем 868 попугаев на ядро и 12151 в многопотоке что в целом хуже десктопного 13 900 кей но справедливости ради стоит отметить что у нас тут ноутбук и для него это более чем достойные показатели тем более что на дно ядро он превосходит десктопный ryzen 7950 x в 3d mark time spy мы получаем от видеокарты 10 684 балла и это примерно уровень настольной rtx 3060 ти ну или же rx 6700 то есть грубо говоря дисктопная 4060 ти может быть не сильно та и лучше прошлой 3060 ти если конечно nvidia не задерет ей частоты за счет чего она сильно вырвется вперед от нашей мобильной 4070 также я еще прогнал fire strike и port royal и второй тест конечно более интересен так как там тестируются именно лучи и тут чудо тоже не разглядеть ведь по баллам это тот же уровень 3060 ти что для ноутбука очень даже неплохо но если брать в мысль 4060 ти то выглядит конечно так себе в игровых тестах я старался почти везде ставить настройки на максимум и задействовать dlss так как без него понятное дело что мы не везде получим адекватные 60 кадров ну и конечно же я включал генерацию кадров dlss 3 забегая наперед сразу скажу что с трассировкой пути поиграть в киберпанк на ультрах можно только в режиме dlss ультра производительность и играть вы будете конечно же в мыльницу в остальных сценариях это менее 60 кадров а то и менее 30 а без dlss 3 вообще можно забыть на этой видеокарте о так называемых полных лучах хуанга для которых прям все должны бежать за 4090 в общем тесты я записывал прям в лайв режиме поэтому под хорошую музыку вы увидите абсолютно все настройки и количество кадров в играх и не забудьте обратить внимание на оперативку и видеопамять которых в целом критически мало а 0 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok